Хэллоуин Но Чимин прилежно сидит, стараясь не дышать или хотя бы дышать как можно незаметнее. Йонги ходит в комнату, как обычно, на ощупь, потому что слишком лень дотянуться до пульта на стене и включить лампу. О-о-о! На этом леденящем душу звуки, который должен был таким получиться, но на деле выходит немного жалобным. С фирменными Чиминьем придыханием. Йонги останавливается, замирает, потом медленно разворачивается на пятках и бьет по стене кулаком, попадая по выключателю. Свет вспыхивает, одновременно ослепляя и самого Шогу и растеряно моргающего Чимина, потому что простыня с головы слетает по велине твердой Шогиной руки, оставляя на голове взъерошенное великолепие. Какое-то привидение у тебя не страшное получается, смеется Шога, выгоняя мелкого тапком из-под стола. Иди и еще тренируйся. Нож в руке Тыхена опасно поблескивает лезвием. Сочная мякоть тыквы летит ошметками на пол и щедро устилает столешницу. Глаза, Гуки! Глаза надо побольше, чтобы не глаза были, а глазницы. Чунгук, высунув кончики языка ту сердя, строгает еще одну оранжевую шершавую голову в лучших традициях Папы Карла. — Ебать она огромная! — восхищается Хосок. — Такой тыкве при желании можно перекантоваться пару ночей! Ха-ха! А он снова примеряет на голову маску из фильма «Крик». И перепуганный и возмущенный Юн Тан третий раз за вечер облаивает его с ног до головы. Не знаю, как насчет перекантоваться, но на голову такая дуранта запросто налезет, — сообщает Тыхен и выдружает тыкву на голову. — Хен, ты похож на пугало огородное! — констатирует Чунгук и убегает за фотокамерой. — Собственно, как и всегда, — вихитничает Хосок, пытаясь не грубить Юн Тану в попытках отбиться от его навязчивого возмущения. — Как там в тыкве? Ароматно? — Оранжево! — кивает Тыхен. — А вообще очень уютненько! Даже снимать не хочется! Правда, щеки у меня уже липкие и противные! Чунгук приволокивает камеру и запечатлевает тыквенное извоение со всех возможных ракурсов. — А теперь давай я надену три бетона Тыхена. — Снимай! Тот согласно бурчит. Обхватывает свой головной убор руками. — Ай! — доносится из ловещих прорезей. — Что? — пытается заглянуть через тыквен рот в Тыхенова глаза Хосок. — Что? Ай! — Ай! — доносится из тыквы. А ты внезапно косплеет мельницу, истерически размахивая руками. — Она не снимается! — Ах-ха! — заливается Хосок. — А что? Ты так ходи! Классненько! — Можно в магазин сгонять без макияжа? — Хюан! — Ну, давай, снимай! — дергает Тыхен за рукав макны. — Блядь! — взвизгивает тыква Тыхеновым голосом. — Блядь! 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 — Тыхен! — сурово окликает Тэ, заглянувший из кухни джин. — Сними с головы эту гадость сейчас же! Там должна светиться свечка, а не твоя физиономия. Тыхен снова тянет изо всех сил, хватает руками тыкву поперек, пытается вытряхнуть себя из нее, попрыгав на месте. Но это только усугубляет положение. Оранжевый — не совсем уместный, зато, безусловно, праздничный головной убор категорически не поддается. — Малой, почему у меня стол липкий? — возмущается Шуга, вытряхивая из пачки влажные салфетки. — Я тут немножко воском накапал, — оправдывает Чимин, — разрисовывая лицо тенями всех оттенков. — У тебя тут будет пещера со зловещими скелетами. — Где возьмешь скелеты? — уточняет Шуга, пытаясь отодрать тапок от пола. — Почему у меня здесь пол липкий? — Я на него немножко воском накапал, — хел, — сори, — поясняет Чимин, подводя глаза жирными коричневыми стрелками. — Глянь-ка, вот так хорошо. — Ну, это смотря, что ты хотел изобразить, — разглядывает его мордуленца и юнги. — Если старшеклассницу, добравшуюся до маминой косметички, то самое оно. — Ай-щ! — возмущается Чимин и стирает свое художество салфетками. — Чим, а почему у меня футболка самостоятельно стоит рядом с кроватью? — Уже ничему не удивляется юнги. — А, а это? — Чимин оборачивается и тычет пальцем в самостоятельную футболку, красиво пристроившуюся рядом с кроватью. — Я ее воск вытирал с твоего ноутбука, Хен. — Ничего же. Юнги молча подходит к столу, наливает пузатый бокал виски и выпивает одним глотком. — Просто скажи мне, что с моим ноутом все в порядке? И я, может быть, тебя даже не сразу расстреляю. — Да все в порядке, Хен, — улыбается невинно Чимин, старательно задвигая пяткой что-то серебристое под кровать. — С ноутбуком-то все в порядке. А юнги угрожающе склоняется на сидящем на полу Чимином. И под его взглядом тот съеживается, не переставая улыбаться и умильно хлопает ресницами. — Ух ты, юнги, ты сейчас так на вампира похож. Давай тебе плащ черный намутим. — Малыш, — почти шипит юнги, протягивая руку и цепляет Чимина двумя пальцами, за прозревшую щечку. — Просто огласи мне сразу весь список испорченных воском вещей, и я выдохну и буду как-то жить дальше. — Пожалуйста. Чимин взмахивает ресницами. — Больше ничего, Хен, честно-пречестно, больше ничего. — Слава богу. Садится рядом юнги и приобнимает Чимина за плечо. — Кроме колонки той, серебристой, больше ничего. Юнги наклоняется и извлекает из-под кровати колонку, мастерски украшенную восковыми подтеками. — Ты сколько на это все воска извел, — удивляется он. — Тут не то, что на пещеру, на маленький свечной завод хватит. — Не я хотел, чтоб получилось устрашающе, — сообщает мечтательный Чимин. — У тебя получилось, — кивает юнги, разглядывая кучу испорченных вещей. — Кровь стынет в жилах, честно. — И как его оттуда извлекать? — Ходит вокруг Тихен и кругами Намджун. Тихен горестно вздыхает в недрах тыквы. — Она, кстати, вкусненькая, — через минуту сообщает он. — Можно попробовать ее разрезать, — предлагает Чингук. — Правда, она очень жесткая, так что придется рубить топором. — Ну уж нет, — взвизгивает Джин, — мы так можем покалечить Тихена. — Можно подвергнуть тыкву тепловой обработке. Она станет мягкой и тогда легко снимется, — предлагает Хасук. — И как мы ее подвергнем, интересно, — оборачивается Намджун задумчиво. — Можно засунуть Тихеной головой в духовку, — предлагает Чингук. — Ну уж нет, — опять взвизгивает Джин, — мы так можем испортить духовку. — Мы так можем испортить меня, — верющит Тихен, — я в духовку не полезу. Он складывает руки на груди и на ощупь пинает Макне. — Тебя уже испортить поздно, — веселится Хасук. — Менеджеру, что ли, позвонить, — вздыхает Намджун. — Хион! — Ахион! Чимин суетится вокруг кровати у Юнги, пытаясь расшевелить замерзшее в позе обиженного суслика тело в черном плаще с кровавым подбоем. — Ну, Хион, не трогай меня, Чимин, я все еще злюсь. — А со стороны кажется, что ты спишь, — разочарованно тянет Чимин, — и я медленно злюсь. — Хион, пока ты злишься, подумай, пожалуйста, в каком костюме ты бы хотел меня видеть на Хэллоуин? — В костюме мумии? — Ну, это вообще не сексуально, Юнги, — обиженно дует губа Чимин. — Почему мумии-то? — Потому что я тогда прибинтую тебе руки к телу и хотя бы ненадолго расслаблюсь. — Ну, что тут у вас опять? — раздается из прихожей голос Менеджера. Хион поворачивается своей тыквой на звук и, спохватившись, вежливо кланяется. Со всей дури впечатываясь своим оранжевым великолепием в угол стола. — Хрясь! Тыква раскалывается на две половинки и шмякается на пол прямо к ногам изумленно моргающего от непривычного количества света ТТ. — Ой! — Менеджер вздыхает. — Ну, я вижу, вы тут сами справились без меня. Он разворачивается на каблуках и покидает общагу под сопровождением собственного ворчания, сильно грешащего против цензуры. — Боже мой! — Что у вас тут стряслось? — заглядывает в кухню Чамин. За ним маячит сильно задумчивый юнги в какой-то красно-черной халабуде, отдаленно напоминающий любимый плед Джина. — У тебя все лицо изгвазано в краске, волосы, воски и излющий юнги за спиной. — Ты еще у нас спрашиваешь, что случилось? — шипит Джин. — Скажи мне, что это не мой плед. Я прошу тебя, успокой меня. А то у нас закончились успокоительные, а я почти готов на убийство. — Ну как? Как? Как можно было додуматься, сгромоздить тыкву на голову, а? Джин возмущенно меряет шагами кухонное пространство. — Человеку двадцать три года. Считай, жизнь прожил. Опяли тыкву на голову, как какой-то детсадовец. Ну, у меня слов нет. Тут-то ты не затыкаешься ни на секунду. Последние полтора часа Хен мрачно замечает юнги, выковыривая из-под ногтей остатки воска. Именно по причине нехватки слов я так понимаю. И что тут сложного? Задумчиво трет подбородок Макне, стоя возле свежевырезанной новой тыквы, ожидающей своей хэллоуинской участи. — До сложного-то ничего, — хмыкает Джин. — Ну, до этого же еще додуматься надо. Интересно, ты-то я сам додумался или ты, Гук, подсказал, а? В ответ доносится приглушенное, нечленораздельное замечание. — Чего ты там булькаешь? — оборачивается на звук старший Хен. При виде Макне, голову которого украшает красивая оранжевая тыква, медленно сползающая все ниже и ниже, Юнгин начинает кудахтать, как курица, сдерживая неконтролируемый ржач. — Блядь! У Джина хватает сил только на этот комментарий. — Как я и думал, — проговаривает постепенно скрывающиеся по тыкве губам окны. — Ничего сложного. — Продолжение следует... — Продолжение следует... Продолжение следует...